Особое мнение на 101FM С Алексеем мы начнем, наверное, все-таки с главной политической темы. В пятницу стало известно о задержании вице-губернатора Андрея Плитко и министра лесного хозяйства Алексея Шургина. Задержание якобы за взятку в 3 миллиона 400 тысяч рублей, причем следствие говорит, что это только часть суммы. До сих пор подробностей особых не появилось. Говорится о том, что это все опять какое-то покровительство в лесной сфере. Не кажется ли вам, что это не несколько странно? То есть вот эта история с лесом, она в Кировской области повторяется на протяжении уже многих лет и на протяжении ни одного губернаторства даже. Ну, если честно, сперва я бы хотел отметить, что следственные органы, следственные группы, правоохранительные органы не работают просто так, без каких-либо наводок, информации, поводов и так далее. Я думаю, все-таки какая-то информация есть, и рано или поздно подробности именно этого задержания, именно этого дела мы увидим, возможно, до подачи документов в суд для разбирательства. Но, тем не менее, мне кажется, что все-таки дыма без огня не бывает, и в этом есть какой-то смысл. Я бы не назвал это дело политическим, как вы выразили в самом начале эфира, я бы назвал это дело уголовным. То есть это получение взятки, это создание преступной схемы, преступной группировки, как выражается следствие. Но, опять же, не будем голословно обвинять ни человека, ни этого человека, ни других, пока не будет это доказано в суде. К сожалению, в нашей Кировской области это уже не первая информация об аресте высокопоставленного лица. И, к сожалению, кировчане настолько привыкли к этим новостям, что то министра, то спикера заксобрания, то губернатора, то еще кого-либо, либо подозревают, либо арестовывают, либо сажают в темницу, что, мне кажется, для кировчан это уже не в новинку, и даже для федеральной повестки это уже не в новинку. Мне звонят московские друзья, которые, ну, тоже, скажем так, высокопоставленные и смеются. Ну, что у вас? Опять в Кировской области очередное высокое задержание, и уже нисколько этому не удивляются. Понимаете? Мне кажется, что это не красит наш регион с точки зрения ни инвестиционной, ни экономической привлекательности, ни социального благополучия. Ведь отметим, что сейчас идет, скажем так, объединение всех усилий, всех ресурсов, всех людей для того, чтобы победить пандемию, чтобы победить коронавирус. А в это время ребята продолжают на государственной даче, на собственности Кировской области брать взятки, обмениваться информацией, делить пакеты, делить портфели, распихивать госзаказы и так далее, и так далее. Ну, естественно, если это все будет доказуемо. Ну, мне кажется, что это отвратительная история. Рано или поздно она бы закончилась. Я прекрасно знаю, что происходило в лесной отрасли в последнее время, как туда массово заходили так называемые москвичи или там московские компании, становились прокладками, нанимали кировских лесозакодовителей, лесопроизводителей, а сами, собственно, ничего не делали, кроме как получали прибыль. Точно так же, как, например, АРПТ у нас делало дорогу на Башарова. Палец о палец не ударив, получили прибыль, ребята наняли кировских суподрядчиков дешевле и разошлись по-любому. Не доделали и убежали, насколько я помню. Что-что? Не доделали и убежали по дороге. Да-да-да, не доделали, убежали, получили прибыль, заплатили меньше. Насколько я знаю, даже не доплатили кировским подрядчикам. Вы знаете, другой случай, питерская компания, которая не доплатила нашим государственным и городским подрядчикам ГДМС Уветавтодору за дороги в Урванцево, там, в чистых прудах. Поэтому, вы знаете, вот эта ситуация настолько противно-омерзительна, что я очень рад, что рано или поздно лесная мафия, как так называемая, закончится в нашем регионе, не пришла бы новая. Закончится ли она, да, в этом весь вопрос. Я, Алексей, когда сказала, что дело это политическое, я имела в виду следующее. Все-таки Андрей Плитко – это вице-губернатор. И кому эта история невыгодна, и кого она, может быть, выставляет в невыгодном свете. Ну, сразу понятно, да, это Игорь Васильев. То есть, у человека, который пришел... Я бы сказал, я бы вас перебил, я бы сказал, что здесь даже нисколько репутационные риски для губернатора Васильева, сколько, в принципе, риски. Ну, вы же сами прекрасно понимаете, это вице-губернатор. Третье лицо, можно сказать, в регионе. Человек в команде Васильева. Человек, который из команды Росреестра, опять же, с Васильевым. И мало того, что здесь репутационный риск, есть просто, в принципе, риск для губернатора Васильева. Ну, в таких случаях многие руководящие посты люди добровольно покидают. Поэтому, я не знаю, чем аукнется эта история для нынешнего губернатора, но, как бы, есть определенные риски для высшего должностного лица в регионе. Но пока, вот, Игорь Владимирович говорит о том, что действительно следствие разберется, да, и, собственно, после этого, видимо, будут сделаны какие-то выводы. Можем ли мы говорить о том, кому эта история может быть выгодна? С политической... Ну, если мы не говорим о том, что выявлен нарушитель закона, то есть вот тут уже это следствие дело, да, а если мы говорим именно о политической составляющей этого дела? Ну, если мы переводим в политическую плоскость это все задержание и все развитие всего этого дела, то, безусловно, есть определенные догадки там у меня, но я бы не хотел озвучивать их в эфире, потому что не очень приятно ковряться в битве бульдогов под ковром, кто там, какие вице-губернаторы между собой ругаются и кто на кого жалуется, то я бы не стал поднимать вообще это все наружу, потому что это абсолютно недоказуемо, но определенные черты складываются. То есть есть арты и есть. Но все-таки я бы не называл это дело политическим, я бы назвал это дело типичным, уголовным, коррупционным. Понятно. Можем ли мы ожидать примерно, в какие сроки оно может быть рассмотрено и насколько быстро, возможно, на смену Андрею Плитко будет назначен какой-то другой человек, я имею в виду его должность в правительстве и, в частности, кураторство над организациями гражданскими, некоммерческими и прочими, потому что это сейчас уже обсуждается в социальных сетях, и есть ответственные люди, которые в том или ином правительстве того или иного региона всегда взаимодействуют с некоммерческими организациями, гражданскими активистами. Все-таки Андрей Плитко курировал сферу внутренней политики. Ну, я хочу сказать, что да, такая инициатива снизу, можно сказать, уже проявляется. Михаил Курашин уже запустил в социальных сетях вот такое, скажем так, социальное голосование на то, кто может лучше взаимодействовать с НКО в статусе вице-губернатора, потому что, на его взгляд, Плитко недостаточно эффективно взаимодействовал и работал с НКО, с общественными организациями, и запустил в своих социальных сетях такое обращение, что, уважаемые подписчики, давайте все вместе попробуем определить снизу, так сказать, кандидатуру на должность вице-губернатора, которая будет эффективно, качественно взаимодействовать с НКО, потому что, на его взгляд, по его мнению, экспертному мнению, Плитко недостаточно эффективно взаимодействовал с общественными организациями. Мне кажется, это правильный посыл, что вот в современных условиях, когда в стране такая серьезная турбулентность и неопределенность, вот такие инициативы снизу, они должны только приветствоваться. Почему? Потому что скамейка запасных в правительстве Кировской области, мягко говоря, неполная, я бы сказал, она даже пустая. И просто так взять и ротировать вице-губернатора с таким ответственным функционалом, мне кажется, Игорю Васильеву удастся совсем не скоро. И хотелось бы, чтобы кировчане все-таки посоветовали Игорю Васильеву нужную кандидатуру ответственного человека. Ну, это, на мой взгляд, это мое мнение. Вот такое мнение Алексея Кузьмина, предпринимателя депутата Кировской городской думы 5-го созыва. Мы продолжаем. Ну, теперь, наверное, тема коронавируса. Мы не войдем ее стороной. Собственно, та история, которая сейчас происходит, в том числе и в социальных сетях, это огромный такой выплеск эмоций от представителей малого бизнеса, среднего бизнеса, которые смотрели недавние обращения Владимира Путина к нации, и которые понимают, что в ситуации достаточно тяжелой, финансовой ситуации, которая сейчас есть, а предрекают экономический, мировой экономический кризис, их бросили. То есть у людей есть ощущение, что их бросили. Это не только в Кировской области. Я слежу по социальным сетям за разными регионами. Вот это вот ощущение есть. То есть Москва и федеральный бюджет, малый бизнес, средний бизнес российский бросил. Выгребайте сами. Хотя какие-то меры анонсируются. Если честно, я нисколько не удивлюсь таким настроениям малого и среднего бизнеса, потому что как плати налоги, так будь любезен в срок, и не дай бог с просрочкой, то с пениями и штрафами, а как сам бизнес полностью, весь малый и средний бизнес, столкнулся с такими убытками, с такими кризисными явлениями, которые, понятно, что они вызваны пандемией и распространением вируса. Понятно, что эти инициативы государства по ограничениям, по запретам работы, и так далее, и так далее, они вызваны исключительно благими целями для того, чтобы остановить распространение вируса. Но все-таки именно государство инициировало эти запреты, именно государство ограничивало работу малого и среднего бизнеса, а государство в данном случае встало в сторону и сказало, что работодатели платите зарплату удаленщикам, своим работникам из своего кармана, вот вам отсрочка по налогам и отсрочка по кредитам, но никто вас не снимает ни налоги, ни пени, ни штрафы, ни кредиты, ни проценты по этим кредитам, и так далее, и так далее. Естественно, бизнес задает вопрос, я все это время плачу налоги, я все это время веду социальный бизнес, я все это время думаю, в том числе, о государственных проблемах, а почему государство в трудную минуту не подумало о моих проблемах? И возникают такие вопросы абсолютно закономерные. Да, они же есть какие-то меры, которые предлагаются, может быть их немного, но анонсировано, что будет что-то еще. Вот они совсем недостаточны или все-таки они как-то поддержат бизнес? Но та же история со снижением взносов в социальные фонды, да, с 30 до 15 процентов. Сегодня я начну... Но я вам хочу... Да? Да, да, да. Пишут о том, что Государственная Дума приняла закон, и сейчас он, конечно, еще не подписан президентом, о снижении, точнее так, об освобождении от уплаты аренды за арендуемые площади, причем речь идет не только о государственной площади, о муниципальной площади, но и о коммерческих площадях, как я понимаю. Тут уже вопрос... А у собственников коммерческих площадей кто-нибудь спросил? Они собираются останавливать платежи по аренде или нет? Вы знаете, очень похоже на такие популистические, там, полупредвыборные инициативы, ничего общего с реальностью не имеющие. Вот вы говорите, снижение социальных взносов с 30 до 15 процентов. В Кировской области в среднем заработная плата это, на мой взгляд, в среднем около 20 тысяч рублей. Естественно, Кировстад вам будет говорить о том, что у нас 36 тысяч рублей, но вы же прекрасно понимаете, да, как пишутся эти все цифры. Но мне кажется, если около 20 тысяч рублей в среднем зарплата, так вот, снижение с 30 до 15 процентов социальных выплат это только на разницу между официальной зарплатой и МРОД около там 12 тысяч рублей. Так вот, вам скидку предоставляют на 15 процентов только на 8 тысяч рублей, а не на 20 тысяч рублей. Поэтому, насколько велика это там социальная поддержка, насколько эта поддержка стимулирует увеличивать заработную плату в условиях жесткой неопределенности и полное отсутствие понимания планов на будущее, да, ну, мне кажется, это совершенно неэффективно. Арендные платежи у государственного и муниципального имущества, я понимаю, это определенная существенная поддержка. Но, вы же знаете, как проходят программы, как проходят программы приватизации государственного и муниципального имущества у нас в регионе. У нас уже у Кировской области и особенно у города Кирова у муниципального имущества это практически не осталось. Это совершенно небольшие квадратные метры, небольшие единицы коммерческой недвижимости, которые в основном пустуют даже. Они не то, что там сдаются, они пустуют, либо сдаются общественным каким-нибудь организациям безвозмездно. Поэтому говорить о том, что эта поддержка массово простимулирует рост бизнеса, инвестиций в будущее и так далее и так далее, но это от лукавого. Да, ну вот, Алексей, смотрите, та история с арендой коммерческих площадей именно и со срочкой либо с освобождением от уплаты за эти квадратные метры. Я считаю, я перебью, прошу прощения, я считаю, что это только просьба. Это всего лишь просьба, просьба к арендодателям, чтобы они сделали отсрочку платежей. Но опять же, вот смотрите, отсрочка платежей, отсрочка кредита, отсрочка налога, но ведь рано или поздно надо будет это бизнесу выплачивать. Ведь пройдет эта отсрочка до шести месяцев. Ну хорошо, полгода предприниматель будет думать, что ему делать с бизнесом и пытаться хоть как-то там заработать себе на хлеб и на хлеб своим работникам. Но через полгода придет арендодатель и скажет, так, уважаемый, вот с тебя там за шесть месяцев вот такая-то цифра. Или придет банк и скажет, так, уважаемый, вот у тебя кредит был отсрочка на шесть месяцев, но процент это по этому кредиту плате и вот они набежали столько-то. И получается так, что да, это отсрочка, но это будущий крах зимой 2020 года для большинства субъектов малого и среднего бизнеса в стране. Алексей, в таком случае какие меры были бы достаточны и вообще может себе Россия позволить какие-то более масштабные меры поддержки или нет? Я читал письмо Мантурова для руководителя регионов нашей страны и в нем четко, последовательно, оптимистично были сделаны серьезные конструктивные предложения. Первое, это, что я вижу... Министр промышленности, по-моему, да? Да, все верно, да. Что я вижу действительно серьезным подспорьем для любого малого и среднего бизнеса, это неоплата ОСН, ЕНВД и других обязательных налоговых и социальных отчислений. То есть, не отсрочка, а именно не оплата, освобождение? Освобождение, то есть, это не отсрочка, не перекидывание на какой-то там другой месяц, не снятие пений и штрафов, а именно неоплата. То есть, таким образом, малый и средний бизнес высвободит потенциальные расходы и вложит эти потенциальные расходы в инвестиции, в оборудование, в новое производство, и так далее, и так далее. И даже, возможно, простимулирует рост заработных плат для того, чтобы удержать ценных сотрудников. Я думаю, что вот эти инициативы, они верны, они кардинальны, они правильны. Государство действительно потеряет определенные деньги на этом, но давайте посмотрим примеры других европейских, там западных стран. Там тратится до 60% ВВП на борьбу с коронавирусом и на поддержку бизнеса в этой борьбе. Так вот, а у нас-то настолько недостаточно вот это финансирование поддержки малого и среднего бизнеса, что именно снятие, полное снятие налогов, социальных платежей за этот год, я думаю, было бы существенным подспорьем. Да, но власти пока на это не пошли. Ну, естественно, кубышку надо чем-то пополнить. Да, но в том случае, если все-таки ситуация будет развиваться по неблагоприятному сценарию, то есть мы понимаем, что пока каникулы или самоизоляция, я даже не знаю, как это назвать. За счет работодателя. Карантином это власти не называют пока, и чрезвычайные ситуации тем более. Продлены до конца апреля. При этом регионам отдано право решать самим. Могут они открывать у себя, как я понимаю, места массового скопления граждан, какие-то досуговые учреждения, еще что-то, какие предприятия будут работать, какие не будут работать. Вот в случае, если ситуация будет развиваться по неблагоприятному сценарию, в целом по России, можем ли мы ожидать, что все-таки будет пересмотрено отношение и какие-то меры поддержки бизнеса более серьезные будут внедряться? Вот вы знаете, вы только что отметили, что регионам дали на откуп все, скажем так, все действия связаны в их субъектах по борьбе с коронавирусом, да, то есть регионы столкнулись с проблемами и разбирайтесь регионы сами. То есть в этой ситуации, когда действительно нужно, объединиться, необходимо централизованное решение, централизованное управление, централизованное финансирование для борьбы с общей болезнью. Это не болезнь регионов, это болезнь всей страны. Так вот, в такой ситуации, когда необходимо объединяться, у нас, говорят, регионы, занимайтесь своими проблемами самостоятельно, принимайте решения о борьбе с коронавирусом самостоятельно. Вот мне кажется, это неправильно. Когда у нас назначают главу какого-нибудь замухрыжного департамента, главы городской администрации города Кирова, эту кандидатуру согласовывают с Москвой. То есть, федеральным центром централизованное согласование. А когда вот здесь происходит действительно важное объединяющее событие, когда регионы со слезными глазами смотрят на федеральный центр, так вот, пожалуйста, занимайтесь регионы самостоятельно своими проблемами. Мне кажется, это неправильная ситуация, нездоровая ситуация в современной российской политике. Еще, Алексей, такой вопрос. Скажите, пожалуйста, есть ли понимание, что может происходить в ситуации, если все-таки власти на местном уровне вынуждены будут как-то поддерживать бизнес, отказываясь в том числе от налоговых поступлений? Мы же понимаем прекрасно, что бюджет там наш, он во многом формируется, тот же НДФЛ, и здесь власти в таком как бы безвыходном положении. То есть, либо они поддерживают бизнес, отказываясь отчасти каких-то налоговых платежей на местном уровне, то, что они могут сами решать, либо они не поддерживают бизнес, и тогда люди остаются без работы, а бюджет соответственно без налогов. Ну, точно никто не говорит о том, что не платить НДФЛ, об этом ни у Мантурова, ни у кого нет даже таких инициатив, то есть, НДФЛ это налог зарплаты, то есть, если прекратить НДФЛ, действительно, кубышка областная, и тем более города Кирова, она скуднеет, и без того дефицитная кубышка она скуднеет, поэтому об этих инициативах даже речь быть не может. Речь идет об УСН, ЕНВД и других подобных платежах обязательных налоговых отчислениях, то есть, да, действительно, это тоже определенная статья доходов и городского, и областного бюджета, но она не такая существенная, как НДФЛ. Так вот, если работодатели поувольняют всех работников, если у работодателей не станет бизнеса, не нужны будут работники, так вот, НДФЛ, во-первых, снизится, то есть, налоговое отчисление снизится, а во-вторых, эти работники встанут на биржу труда, и областному, и городскому бюджету придется финансировать, и федеральному придется финансировать пособие по безработице. Так вот, стоит ли доводить ситуацию до абсурда, и доводить именно до этого, чтобы люди массово стали устраиваться на биржу труда, и получали эти же самые деньги. Лучше эти самые деньги оставить работодателям, чтобы они инвестировали в производство, в бизнес, в будущее, и в рост заработных вклад. Вот мне кажется, правильнее не из кармана в карман одних штаней перекладывать, а перекладывать из одних чемоданов штаны малого бизнеса. Ага, в карманы малого бизнеса. Ну или не в карманы. Ну или не в карманы. Или не в карманы. Алексей Кузьмин в рюкзаке. Да, Алексей Кузьмин с нами на связи, предприниматель, депутат Кировской городской думы пятого созыва. Мы сейчас делаем небольшой перерыв на рекламу, после этого вернемся, еще немного поговорим о том, какими могут быть меры поддержки. Теперь уже об обычных гражданах поговорим. Ну и продолжим еще по тому, что происходит, и как объединяется наш бизнес, объединяются, экономическим внезапно случившимся кризисом. Особое мнение на 101FM Особое мнение Алексея Кузьмина продолжается. Наш гость, предприниматель, депутат Кировской городской думы пятого созыва. Возвращаемся в студию. С Алексеем работаем удаленно. Я у себя дома, Алексей у себя. Еще поговорим о том, что происходит вокруг карантина по коронавирусу. В пятницу стало известно о том, что властные власти сформировали список из 140 систем образующих предприятий нашего региона. Это, видимо, пользуясь той самостоятельностью, которую президент регионом дал. И сотрудники этих предприятий при соблюдении определенных мер безопасности своей личной и окружающих с сегодняшнего дня могут выйти на работу. В этом списке крупные строительные компании, в этом списке заводы наши, не только в Кирове расположенные, но и в области. В этом списке службы, которые обеспечивают жизнедеятельность, что называется, то есть это и поставщики воды, и поставщики тепла, и поставщики электричества, насколько я помню. Вот эта вот история, она насколько правильная? Мне кажется, во-первых, в этом списке из 140 предприятий, это почти все крупные предприятия и системообразующие предприятия нашего региона, где работает чуть ли не большинство населения региона. Я просто к чему, что мы говорим о полной изоляции, о том, что необходимо придерживаться строжайших норм безопасности, о том, что необходимо лучше оставаться дома. Мы призываем всех людей старше определенного возраста находиться дома, но говорим о том, что 140 предприятий, будьте любезны, работайте, соблюдайте примерные меры предосторожности, надевайте маски и обрабатывайте руки антисептиком при входе. Но, тем не менее, это огромное количество людей на смежных площадях, которые так или иначе между собой будут соприкасаться. Я не знаю, как мы так боремся с коронавирусом, принимаем жесткие миоризоляции, но в то же время разрешаем работать огромному количеству людей. Мне кажется... Мы же говорили об этом, да, все-таки НДФЛ поступает зато в бюджет. Это понятно, да, но если полрегиона заразится коронавирусом, то НДФЛ-то и некому будет платить. Ну, я просто к чему, что, естественно, не нужно перегибать палку с этими изоляциями, ограничениями прав и свободы и работы бизнеса, но, тем не менее, если мы все-таки хотя бы неделю-две, как призывает федеральное правительство, посидим все дома, то мне кажется, риски распространения вирусной инфекции, они снизятся, а здесь у нас 140 предприятий продолжают работать. Ну, как-то это нелогично. Ну, я так понимаю, что они могут на свое усмотрение выводить сотрудников или нет, у кого есть возможность обеспечить полную санитарную там изоляцию одного сотрудника от другого. Единственный вопрос, который в этой ситуации возникает, это как они будут добираться на работу, потому что было тоже заявлено от лица губернатора о том, чтобы общественный транспорт, ну, кировские предприятия общественного транспорта, как я понимаю, все-таки вывели больше автобусов на маршруты, да, чтобы в них не было давки, чтобы люди как раз далеко друг от друга находились. А я вам сейчас расскажу другую историю. У меня мама работает кондуктором в троллейбусе и она мне рассказывает, что пассажиропоток снизился на 80, наверное, 90 процентов, ездит два человека в троллейбусе и руководитель автотранспортного предприятия говорит о том, что чуть ли не заработные платы будут выдаваться уже частично, потому что в этом месяце выручки не было совсем у предприятия, зарплату выдавать нечем. Так вот, одна инициатива нужно увеличить общественный транспорт, а другая инициатива сталкивается с другим, что в этом общественном транспорте никто не ездит, выручка падает и зарплаты водителям и кондукторам в этом месяце могут, может быть, и задержать. Еще, Алексей, такой вопрос. Все-таки должны ли быть продуманы на государственном уровне какие-то меры поддержки каждого конкретного человека, как это делается в некоторых странах? Я не знаю, насколько напрямую... Вы за то, чтобы раздавать деньги? Не совсем так. Я за то, чтобы, ну, какую-то часть, может быть, зарплат, которые Владимир Путин призвал сохранить, взял на себя государство. То есть, я не знаю, как через какие-то социальные фонды, через еще что-то, ну, вот как-то вот, может быть, просто посубсидировать предприятие, чтобы предприятие, в свою очередь, могло выдать полную зарплату человеку, даже если он не работал. Я полностью за эти инициативы, я даже за то, чтобы раздавать людям деньги. И пример массовой раздачи гражданам бюджетных средств, он показателен, и он говорит о том, что господарство социально ориентировано и заботится о своем населении. И при том, что если будут раздавать деньги на расчетные счета граждан, всем абсолютно, ведь у нас есть у каждого расчетный счет практически, там у 90% населения, даже больше, и налоговая, например, или какие-нибудь судебные приставы, лихо эти расчетные счета блокируют, если ты не заплатил 500 рублей штрафа ГИБДД. А когда речь зашла о помощи людям, нам сейчас правительство говорит о том, что мы не будем раздавать денежные средства не потому, что это дорого для бюджета, а в том числе и потому, что государство не полностью знает расчетные счета граждан. Не знает, где этим гражданам не знает, куда переводить и как переводить средства. Я считаю, что это опять же от Лукао и все эти меры показали свою эффективность в других странах, что там в США, что в европейских странах. Люди, когда самоизолируются, они хотя бы какое-то это время не думают о деньгах. То есть они понимают, что государство им помогает деньгами и они могут на эти деньги хотя бы купить продукты первой необходимости и жизненно необходимое лекарство. А сейчас, если у нас гражданин самоизолируется минимум на 14 дней, он первым делом думает о том, а где я буду брать деньги на то, чтобы купить хлеб, молоко и таблетки бабушки. Понимаете? В этой ситуации мы говорим, призываем людей самоизолироваться, но забываем о том, что при самоизоляции у людей пропадают доходы. Да, это правда. И эта история с поддержкой людей напрямую, она бы в некотором смысле наверное поддержала даже малый наш бизнес после выхода из всех вот этих карантинных мероприятий. То есть у людей были бы темы для того, чтобы их где-то потратить. Ну конечно, конечно. Я бы хотела, Алексей, еще поговорить немножко о солидарности. То, что я вижу сейчас в социальных сетях, я вижу, что объединяются некоммерческие организации и решают, каким образом выживать в этих сложных историях. Я вижу, что часть кировских предпринимателей заявляет о взаимопомощи. Кто-то бесплатно готов размещать рекламу, кто-то по себестоимости вместе со своей продукцией своим клиентам передает маски защитные и ищет сейчас антисептики для рук, чтобы точно так же передавать их. Кто-то готов помогать знаниями своими про бона, что называется, учить, как правильно выстраивать работу с сотрудниками, как правильно рекламироваться, как правильно делать еще что-то. Кто-то там просто солидаризируется в том, что призывает, вот вы работаете в этом районе, в вашем районе работают сейчас на раздачу и на выдачу такие-то кафе, пожалуйста, поддержите их, закажите у них и пусть они вам привезут свою еду и таким образом немножко зарабатывают. Вот эта вот история с объединением, это на первый взгляд хорошая такая история. Что из нее вырастет? Может ли что-то из нее вырасти более серьезное? Вот именно такие вещи, когда малый бизнес, когда покупатели объединяются и консолидировано помогают друг другу и покупатели, и продавцы, мне кажется, именно об этом я и говорил в первой части нашего эфира, когда сказал о том, что необходимо объединяться в борьбе с общей проблемой, объединяться совместными усилиями. Мне кажется, это правильно. Мы в том числе тоже там стали производить светильник, так называемый ультрафиолетовый обеззараживатель, сделали там, можно сказать, собственную разработку, запатентовали, получили необходимые медицинские таможенные сертификаты и сейчас готовы этот светильник продавать по себестоимости. Естественно, за бесплатно мы раздавать его не можем, там, в убыток бизнес и так работает каждый день, но по себестоимости мы готовы этими вещами помогать. Я думаю, я думаю, что это такие вещи правильные, нужно вместе сообща бороться с этой проблемой и вместе мы победим, а государство пускай кусает локти и думает о том, что на местах происходит гораздо больше и существенное объединение, чем наверху. Кстати, читала с утра версию довольно любопытную, один из московских политологов у себя в фейсбуке разместил, о том, что государству невыгодно поддерживать малый бизнес, именно потому, что малый бизнес это люди, которые думают и действуют самостоятельно, малый и средний бизнес, его в большинстве случаев очень сложно, ну что называется, заставить что-то делать, ходить с троем, правильно голосовать, там еще что-то, и государство не очень заинтересовано на самом деле в том, чтобы эти люди сохранились как класс. Я слышал эту идею, что и малый и средний бизнес это в основном еще оппозиционные мыслящие люди, и поддерживать оппозицию в данном случае государство не желает для того, чтобы эта оппозиция потом не аукнулась им на следующих выборах. Ну, может быть, такая мысль имеет место быть, я, может быть, даже с ней соглашусь. Еще одна тема, Алексей, которую хотела с вами обсудить, касается, тоже она, коронавирусной инфекции, сообщается об этом на сайте и областного правительства, и СМИ сообщают, количество кировчан с подозрением на коронавирус выросло на 8 человек, положительный результат у них показал тест системы, я напомню, это не окончательный вариант, еще лабораторно должна быть подтверждена вся эта история. Четверо это люди, которые приехали в Киров из Москвы. И вот применительно к возвращающимся или ездящим по делам Москвы как раз вопрос, насколько обоснованно было бы вводить некие ограничительные меры. То есть не закрывать наш регион, да, ну, условно, прямо с поезда там забирать всех пассажиров куда-то там, не знаю, на тестирование еще куда-то. Я не знаю, главное в этой ситуации не перегнуть палку и все-таки не ограничивать конституционные права наших граждан на перемещение и на передвижение. Но, тем не менее, те, кто приезжают в Москву, как минимум, мне кажется, необходимо обязать уведомить о том, что они были в московском регионе как самом на сегодняшний день самом заболевшем регионе в нашей стране уведомить по телефону 8800, вот, которая многоканальная линия значит, значит, во-вторых, желательно у всех приезжающих взять тест, я знаю, что сейчас тест-системы берутся на месте, не обязательно ехать в чижи для того, чтобы сдать этот анализ, всего лишь приходит сотрудник и на месте берет эти пробы, взять необходимые координаты у этих людей, телефон, адрес проживания, для того, чтобы, если что, уведомить их об их болезни, найти их, изолировать, и так далее, и так далее, если тест-система покажет положительный результат. Алексей, вот как раз вопрос-то об этом, да, то есть тестирование, причем там поголовное тестирование, извещение о том, что я вернулся из Москвы, вот это вот надо возложить на непосредственно человека, то есть, доверяя ему, да, и думая о том, что он ответственный, сам позвонит, сам скажет, я вернулся из Москвы, пожалуйста, протестируйте меня, или это все-таки надо делать как-то в обязательном порядке, я не знаю, там идти на вокзал, встречать поезд «Вятка», и встречать вообще все поезда, прибывающие из Москвы. Ну, мне кажется, в данной ситуации достаточно для начала уведомительного характера, как это делают граждане, которые прилетели из зарубежных стран. Мне кажется, нужно сделать такую же ситуацию по московскому региону, но давайте не будем забывать, что ни одной Москвы едины, у нас есть и в других регионах большое количество зараженных, и в Санкт-Петербурге, в Ленинградской области, даже в соседней, с нами, в Нижегородской области немало человек. Поэтому, мне кажется, здесь важно не перегнуть палку и все-таки надеяться на самосознательность граждан, на том, что при первых контактах с потенциально зараженными, при первых появлениях признаков УРВИ, при пересечении границ Кировской области и в других неблагополучных регионах, все-таки люди сами будут уведомлять на горячую линию о том, что они приехали, сами будут обращаться в скорую помощь и компетентным службам для того, чтобы оценить свои риски, все-таки это риски конкретного человека. В том числе, да, и его близких. Благодарю, Алексей Кутмин, предприниматель и депутат Кировской городской думы 5-го созыва. Алексей, спасибо большое, особое мнение на этом заканчивается. Всем до свидания. До свидания. Особое мнение на 101FM